Торжественный митинг на Мемориале Победы открылся с возложения цветов у памятника маршрулу Советского Союза Константину Рокоссовскому. После собравшиеся переместились к мемориалу. В прекрасный майский солнечный день сюда пришли множество людей, чтобы еще раз вспомнить о жертве, которую принес наш народ ради победы над фашизмом. Мы справились не только с фашистской Германией, мы справились с объединенным промышленным потенциалом всей Европы. Мы знаем, что в гитлеровских войсках служили представители практически всех стран Европы. Наша республика 1941-1945 год отправили на защиту страны 120 тысяч человек. Из них каждый третий не вернулся с полей сражений. И сейчас практически в каждой семье есть свой герой, своя история, которая передается из поколения в поколение вместе с фотографиями, с бережно сохраненными медалями и орденами. И пусть эта традиция никогда не прерывается. В завершение мероприятия все участники митинга возложили к цветы к мемориалу победы, почти в памяти отдав дань уважения всем воинам, не вернувшихся с полей сражений. Сегодня очень много таких добрых, хороших слов было сказано. Мы понимаем, что даже сейчас, когда идет СВО, именно патриотизм, понимание знаний истории, оно очень важно, нужно. И это необходимо в первую очередь для всех нас. Всем ветеранам здоровья, удачи, благополучия. Огромное спасибо от потомков, что мы сегодня имеем. Мы понимаем, что вы победили, когда вы были едины, были подойдетами всей страны. И это я желаю нашей молодежи. Следующее большое мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, пройдет уже завтра. Парад состоится в 10 утра. Руслан Хороших, Сергей Медведев. Новости дня.